А теперь мы с вами сошьем чехольчик, ставим длину стежка 1,8 и начинаем прошивать. Как включаю камеру, начинаются какие-то звонки. Шьем закпрепочку обязательно. Иногда, если не идет, не продвигается ткань, я тяну вот за эти ниточки, вот так подтягиваю, чтобы начала машинка идти. Иногда такое случается. Одну сторону прошили и другую сторону шьем. Прошили. Вот так у нас получилось. Теперь мы это все вырезаем, оставляя 3-4 миллиметра. Берем голову. И прежде чем мы сейчас все это сделаем, нам нужно обтянуть носик. Носик сделать. Большой носик. Берем синтепушку, сворачиваем и вот так прикладываем. Берем ниточку. Ниточку. Где ниточку взять? И вот так затягиваем. Клеем я здесь не мажу, потому что вот этот черный нос, черный шар, он очень сильно течет. Он может даже протечь через синтепон. Эта краска растворяется клеем и мажет все возможное. Теперь мы берем кругляшок вот такой, берем ниточку. И начинаем собирать этот шар, этот кругляшок на нитку. Толстая нитка. Ух ты ж. Это мы натянем сейчас на нос и он будет еще чуть побольше. Да что ж такое. Видели, я сама вытащила пальцем нитку из иголки. Чувствуете, когда что-то не нравится, мы сами себе делаем так, чтобы этого больше в нашей жизни было. Мне не нравится вставлять нитки в иголки. И пожалуйста, постоянно это делаю. Так что надо, чтобы все нравилось в жизни, спокойно ко всему относиться. Так, теперь вставляем вот этот шарик сюда. И затягиваем. Получается такой масяра большой. Потому что у нас голова большая, поэтому и нос большой. Все взаимосвязано. Представьте маленький носик на такой большой голове. Негармонично. Так, сейчас нам надо найти этот пятачок, который там у нас где-то есть. Добраться до него. Вот он вот появился. В принципе, нам хватит его вставить. Так. Теперь мы берем голову. Ищем с какой бы стороны. Вот у меня как раз сторона хорошая. И одеваем чехольчик. Два. Оставляем слоя с одной стороны. Один слой сзади будет. Один слой спереди. И один сзади. Так, обязательно швы, чтобы шли симметрично. То есть, вот здесь они должны выходить одинаково. Так. Видите, как их переместило? Значит, потянем сюда. Так. Все, ровненько. Берем нитку с иголкой. Такую я возьму длинную иголку. И нитку в три слоя сложенную. Берем тело и вставляем. Ну, элемент сантиметра полтора вниз от верха. Вот так вот. Одинаково, чтобы было. И в голову. Два слоя. Вот это у нас перед. Два слоя спереди. Вставляем. И выходим в макушку. Только не в шов. В макушку. Так. Так. Эй, нож не укатываемся. Берем. Вставляем с другой стороны в иголку. И входим в голову с другой стороны. Большие и длинные размеры такие. Что надо положить куклу. Чтобы получилось все. Ушла немножко. Не на середине. В общем, получилось у меня. Вот эта закрепочка. Ну, это не страшно. Так. Теперь пинцет нужен, чтобы вот это все туда утолкать. Вот так утолкали. Теперь завязываем. Завязываем. И клей берем. Клей. Клей. У меня клей закончился. Хорошо, если хватит. Никак не заеду. Мимо еду, никак не куплю. Теперь нам надо смочить вот этот узелок. Я думаю, клей хватит мне. Всегда всего хватает. Так. Смочили для того, чтобы нам теперь голову тянуть очень сильно. Видите, когда мы затянули, нитка уже не расслабляется. И теперь мы заталкиваем глубже все. Ой. Простите, извините. Вот так заталкали. Когда все, шея зашла туда, у вас никаких нет моментов тут лишних. Лишних это складок всяких разных. Прямо так все туда. Пинцетиком. Когда нитки не видно, мы затягиваем и завязываем. Еще раз затянула и завязала на узелок. И снова на узелок. И еще раз на узелок. Для пущей надежности. Ой, клей вышел опять с другой стороны. И клеем обязательно еще разочек. Все это дело замочили. Вот он откуда полез. Видите, до какой степени клей пригодился. Так, дальше. Дальше, дальше. Сейчас. Дальше берем. Щеки делаем. Я вот эти все мелкие штучки в щеки тоже засовываю. Значит, берем синтепон. И какие щеки вам нужны, столько отрывайте. Главное, чтобы они были одинаковые. Вот это я засуну в подбородок. Мысль у меня как идет, да? Застывает в. И думаем. Теперь мы толкаем шарик вот сюда. Может быть, подбородочек. Вот такой. Что-то прям стол узенький. Замечали, когда места нету? Хочется побольше чего-то. Ты нормально к этому относишься. А когда уже места много у тебя, и тебе опять не хватает, вот тут уже, да, загадочно получается. Так. Сейчас разверну куклу. Ноги в меня упираются, они длинные такие, что уж неудобно показывать. Дальше берем. С одной стороны заталкиваем синтепон. Вот у нас будет щека одна, и щека другая. Знаете, процесс что напоминает? Когда к стоматологу приходишь, туда тебя заталкивают между десной ватки. Вспомнили? Так, счетки получились. Теперь берем вот этот наш нос и делаем дырочку. Я опять иголку в клею испачкала. Она опять что-то не будет дырявить. Где-нибудь я сделаю. Можно пониже, можно повыше. Ну, посерединке я сделаю. Вот лицо зависит очень сильно от того, где выражение лица. Где находится нос. Теперь берем, смачиваем снова клеем, который закончился окончательно. Бывает же такое. Так. До последней капли мы его выжали. Засовываем нос в эту дырочку, которую мы наметили. И поднимаем. Так. Вот так получилось. Фух. У вас как получилось? Теперь берем опять иголочку. Вообще, далеко не надо уносить иголочки. И начинаем пришивать вот это дело. Пришиваем. Натягиваем слегка. И пришиваем к голове. Наш чехольчик. Ой. Ха-ха-ха. Ох-охо. Тоненький узелок оказался. Вот так. Потом притягиваем. И вот так мы это все дело пришиваем. Вот так. К голове. Сильнее не надо. Если у вас чехольчик маленький, значит вы используете не бифлекс. Значит его нужно увеличить, этот чехольчик, наверх. Чуть-чуть вверх прибавить к выкройке. Сантиметра два-три. Тогда он у вас будет как раз. Если вы бифлекс используете, то выкройка самая-то под бифлекс. Потому что он сильно тянется. И нам морщины не нужны. Нам нужно, чтобы все было гладенько. Поэтому чехол делается поменьше. Не прошла. Не поверите, у меня опять выпала нитка. Видите, как это работает. Не любишь вставлять? Пожалуйста. На, тебе учись любить вставлять. Нитки в иголки. И пока не научишься любить, так и будешь вставлять. Так нас жизнь учит всему. Так, вот таким вот образом мы с вами все это дело затягиваем вверх. Сейчас идем, то есть передний лоб. Видите, у нас какая получается провалена. Нам ее надо будет убрать. Два слоя обязательно берем в руки. Ой, вам не видно, мои хорошие. Я опять отъехала. Берем вот так. Два слоя ткани. И зашиваем. Простите меня, пожалуйста. Увлеклась процессом. Тут надо следить и за камерой, куда она смотрит, и куда я показываю. Столько нюансов. Скоро цезарем стану, который делает 20 дел сразу. Так, голова. Голова у нас, как вы поняли, да, крутится в разные стороны. Вот так может быть даже. Шея у нас лебединая, жирафья. Вернее, как у жирафа. Теперь берем... Сейчас, мои хорошие. Я, как обычно, не подготовилась. Берем лоскуточек. Вот у меня, видите, я их откладываю в отдельную коробочку. Лоскуточки эти от бифлекса. Чтобы в случае чего воспользоваться этим делом. А вот этот случай наступил. Сейчас мы вырежем. Вырежем вот такой овал. Опять не видно. Как-то так. Что случилось с ножницами? Что такое? Вырезали. Вот сюда он у нас пойдет. Вот так. Красота. Вставляем нитку в иголку. Можно уже... Можно тонкую, можно толстую нитку взять. Тут уже без разницы. А вот так в два сложения делаем. Вот так. И начинаем пришивать. Значит, сначала мы складываем вот таким образом. И шьем вот таким образом. Вы видите, да? Я не знаю даже, как это озвучить. Слов не хватает. Мы облегчаем себе просто жизнь. Это у нас спереди так получается. Когда больше невозможно так делать, переворачиваем чехольчик и начинаем его загибать. Подгибать, вернее. И шить. Вот так. Вот так. То есть, зашиваем всю некрасоту, которая у нас там осталась. Была. Вернее. Теперь мы делаем вот таким образом. Так. И не до конца зашиваем. Теперь берем синтепон и вставляем туда, чтобы у нас не было вот этого. Вот этого прогала, вот этой ямы, мы туда вставляем синтепончик. Потому что будем волосы приклеивать. И ямка нам там, ну, никак не нужна. Так. И теперь зашиваем эту дырочку до конца. Девочки, я забыла рот сделать. Вспомнила только сейчас. В общем, когда мы делаем рот. Рот, вернее, мы делаем тогда, когда еще не зашит у нас сверху вот эта штуковина. Потому что, потому что мы будем опять узелок же делать. Ну, сейчас мне придется узелок сверху сделать. Так, вот такой получился у нас человек. И сейчас мы сделаем рот. И у меня закончился клей. Как-то все интересно складывается. Сейчас и фотоаппарат этот выключится, заряд заканчивается. Все интересно и загадочно. Можно в один слой сделать ниточку. Вот для рта. Можно в два слоя. Ну, я сделаю, наверное, в один. Прямо входим вот сюда, вот сюда, пониже. Вот так. Потому что он все равно подтянется. Сейчас я... Пониже, пониже, пониже. Опа, вышел. Так. И вытягиваем. Длинная нитка, я уж не запуталась. Что ты скажешь-то? Буква длинная. Нитка длинная. Так, вышли. И рядышком, миллиметра два, отступая, сюда выходим. Прямо рядышком, рядышком. И идем опять в голову. Все, вышли. Теперь затягиваем. Не сильно затягиваем, чтобы он не был таким сильно туда сдавленным ртом. Просто наметили. Рот есть. Вот оно. Завязали узелки. Ну, в принципе, не сильно там видно. Будет волосами заклеено. И обязательно, обязательно все это приклеили. Просто обязательно. Сейчас я найду все-таки каплю клея. И чувствую, что закончится сейчас у меня заряд у фотоаппарата. Так, все, смазали. На этом мы голову с вами закончили пришивать. Еще, еще пять минут еще фотоаппарат подержись. Смотрите, берем... Вам для глаз надо пока, чтобы они высохли. Берем вот таких два... Два... Две иголочки. С маленькими глазками. Берем черный клей. Тьфу! Черный лак. Спешу, спешу. И красим глазок. Это будут наши глаза. Так, поставили. Сокнуть. Второй точно так же. Все. Успели. Показала. Ставим сохнуть. Встречаемся в следующем уроке. Ааа! Испачкалась. Ааа!